привет народ привет подписчики как я уже вам показывал про поилки самая лучшая напольная поилка это вот такая вот но поилки уже обсуждались и лучше нее не было и пока не будет потому что стоит канистра 50 рублей а где-то на мойках самообслуживания и на стационарных мойках вам отдадут с радостью лишь бы избавиться от этой утвари который собирается очень много вот то есть канистра вообще не проблема на мойках самообслуживания и мойках стационарах полно таких канистр с химикатами пеной очистителями и всем остальным значит сейчас будет обзор новой не испытаны конечно еще не испытаны кормушки вот такой вот кормушку значит что такое кормушка кормушка это обычная вот я только мыл ее она не высохла так что кормление будет первый раз обычная канистра но ребята остается есть дно выпухлое то есть выпухлое его можно феном подправить ребята ничего то есть чуть-чуть глубину чтобы устойчивость была хорошая то есть я ее болтаю и курочка запрыгнет она не должна ее как бы перевернуть вот как то так поэтому если вы выбираете которая впадина дно есть впадина они такие самые сами изначально а есть выпухлые если выпухлые феном надо чуть прогреть и чуть-чуть придавить то есть чтобы была впадина и все ничего страшного нет любую можно сделать далее вырезаются болгаркой обычным кругом по металлу вырезаются отверстия вот такие вот размер я не знаю но где-то не меньше 12 сантиметров до 12 сантиметров то есть выбрато расстояние такое чтобы петушок лигорн мог засунуть свой гребень и не повредить его то есть курочка то проклюет но петушки вопрос поэтому делаем не менее 12 сантиметров можно использовать и такого типа кормушки вот такого типа здесь оставлять где-то то же самое эти 10 сантиметров корма не распрыскивай конечно не будут у меня есть висящая кормушка я вам уже показывала на себя зарекомендовал лучше чем все заводские хоть и на вид и страшненько но зарекомендовал лучше себе но так как конструкция у меня здесь вот срочно сделал двери все закрыл остались только бака завтра женщина железняка с переездом продает всю свою птицу и вот я беру два вида лигона которых у меня нет ребята и поэтому будет видеоролик нашим полку прибыло но это другая история и так как здесь будет все клетки понимаете клетки клетки то есть 90 ширина на три метра длину почти три метра квадратных каждая клетка будет ребята понимаете да и получится что поддон будет мягкий скидываться понимаете да и чуть-чуть конструкция по сравнению с моими другими тепличками будет чуть чуть более совершенно то есть площадь использования будет максимальная почему использую именно так потому что все таки у меня не моя надежда выращивать весеннюю ранне-весеннюю осенне-зимнюю птицу молодняк не не прекращается все таки я хочу выращивать у меня из клетки есть брудера где можно до начала там до двух месяцев поднять птичку два два с половиной но небольшое количество а затем ее выпускать сюда тут где птичка уже соответственно будет птичка не будет контактировать землей и будет проблем меньше но об этом это уже другая история и мы подробно будем рассматривать а сейчас у нас кормушка будет напольная потому что сейчас вот загоняется птица мне здесь надо еще помимо птицы работать то есть открыл я открыл я ребята и выпустил птицу в этот отсек здесь я работаю сварка идет понимаете да птичка перекантовала здесь перешел я туда работать аптечку загнал сюда пока так ребята барвистая также будет пока на улице в общей прогулке понимаете да и тот лигорн нам нужна дезинфекция ребята вот по поводу дезинфекции сегодня не сегодня вот на днях будет новый обзор смотрите внимательно подписывайтесь на мой канал будет интересно что такое дезинфекция почему я выбрал именно такую дезинфекцию почему не химия почему она должна быть всегда и почему именно такая я вам покажу в своем другом видеоролике так вот я думаю вы понимаете да то есть вырезается окно вырезается опять окно и вырезается еще окно а здесь ребята оставляется для чего ручка удобно ее взять помыть перевести обслужить знаете да здесь если окно сделать оно будет небольшое принципе отсюда птичка и отсюда то есть такая кормушка чуть ли не на десяток на 10 курочек как бы хватит 8-10 курочек а если две сделать вот как раз они две здесь и хватит как бы так пока пока то есть зависимости от родительского стада какое количество птиц и если птицы много соответственно делаете несколько штук то есть на 10 на 8-10 голов одна вот такая кормушка вот как-то так сейчас мы попробуем ее ребята испытать после этого я на верхней части сделал разрез буквами т с объемными стороны и выгнал вот так вот я выгнал руками никаких фенов ничего не применял одна болгарка ребята и обычная канистра пойдемте ребята их испытаем вот ребята болгарка вот я это резал все здесь так что ничего никакого инструмента другого я не использую можно было конечно тут феном поработать но зачем ребята он огнется руками вот я выгнал чуть-чуть здесь нужен будет наклон петушок или курочка будет запрыгивать сюда отсюда она проклевать не сможет соответственно если она будет гадить то она будет куда-то гадить наверх внутрь попадать практически не будет это очень малая вероятность так отсюда она есть не может и здесь задерживаться ничего не будет наверху она полазит и слезет обратно и эта привычка у нее не войдет потому что наверху ловить нечего ребята я сейчас вот здесь вот так вот как она будет насыпаться ну вот я одной рукой снимаю второй я насыпал вот так вот я насыпал понятно что чуть-чуть наверху будет но видите как она быстро соскакивает сейчас мы пойдем к легорну и попробуем посмотреть именно на легорне потому что петушки у легорна в легорна петушки самые такие большим кахалком знаете ребята а ну попробуйте как как они посмотрите ребята такая кормушка у них конечно первый раз ребята ну я как сказал 10 штук как и есть 10 штук видите да видите что происходит птичка пытается запрыгнуть наверх она соскальзывает значит очень материал полиэтилен ребята он даже вообще не боится даже на солнце такая кормушка и поилка выдерживать будет долго да вы видели наверно вот поилка в деле уже наверно я не знаю ну год не год но почти год ну может 10 месяцев обманываю может быть но вот эта поилка загременовала себе очень хорошо ребята еще у нас выскочил один петушок ну ладно мы его поймаем смотрите ребята как они хорошо едят прекрасно едят ребята 5 аиц собрал сегодня пока больше нету что еще сказать линька все так и сильная видите как все это укрыто пером пока ничего не подметаю смысла нет это как говорится листья с дерева падают только подмел завтра они опять будут и поэтому уборка будет ребята видите на шее когда растет птички шея все обрастает это означает это означает у нас выбежали петушки сейчас мы будем с ними разбираться 1 2 3 1 2 3 4 2 петушка выскочила у нас ничего сейчас мы загоним вот ребята то есть полностью рабочая конструкция теперь я вам покажу ту предыдущую которую тоже полгода назад сделал это висячие конструкции ребята довольно таки сложные довольно таки сложные конструкции но очень показалось себе хорошо корм с нее не высыпают по сравнению как заводскими кормушками просто я делать долго по сравнению с такими вариантами и теперь я уже рассматриваю умение делать висячие или нет вот прекрасно кушают ничего не рассыпают борт такой высокий борт очень высокий борт поэтому высыпать отсюда невозможно это у меня такая игрушка вот так висит даже так кормушка хоть и высокий борт но не высыпают а здесь он намного выше ребята видите у них желание залазить на кормушку просто отпало они попробовали нога провалилась слезла и все на этом все вот курочка на поилочку залазить бывает по улочку сверху ну вот как то так поилка почему делается с высокими бортами то есть 20 сантиметров в борт для того чтобы помещалось 12 литров полную мы набираем как раз 10 литров 8 литров выпивают а два они ребята не достают два для того чтобы улез чтобы она не переворачивалась поэтому кормушка поилка лежачая поилка висячая это одно из самых простых самых доступных легких и надежных решений для содержания птиц вон петушок прекрасно прекрасно кушает и не повреждает свой гребень а я пошел загонять петушков которые выскочили на этом видеоролик заканчиваю с вами прощаемся но не на следа